Что тебя больше вдохновляет? Любовь, музыка или миллион долларов? Любовь. Любовь. Любовь, конечно. Конечно, любовь. Миллион долларов. И никакой романтики. Как понравится твоей маме? Нужно уметь хорошо готовить. Нарезаем помидоры! Нужно подарить ей цветы. Шары и гномов. Это ее фишка. Ну и нахрена, спрашивается? Объяснить этот факт действительно невозможно. Как понравится твоей маме? Это очень сложно. Нужно быть поваром, полицейским, я не знаю, музыкантом. Это показалось мне каким-то бредом. Она любит очень добрых и отзывчивых людей. Так я сейчас заплачу. Что ты делаешь, когда тебе скучно? Я танцую и пою. Я пою и танцую. Танцую. Пою. Когда мне скучно, я танцую и пою в душе. А я пою и танцую и пью вино. Вам хорошо, влядь со мной. Отчего ты никогда не откажешься? Наверное, от тортика. От шоколадки. От сладкого. Пока Ольга занята, друзья мои, я вам хочу сказать, что с десертом мы справились. И дожидаться гостей он будет в холодильнике. Да? Угу. Молчание – знак согласия. Да. От чего ты никогда не откажешься? От миллиона долларов. Это, конечно, не правда. Что тебя больше вдохновляет? Любовь, музыка или миллион долларов? Любовь. Кто такой Владимир Ульянов? Не знаю. Мужчина. Человек, возможно, знаменитый. Не знаю, может, будущий президент Российской Федерации. I don't know. Ленин? Genius, genius, genius. Кто такой Ленин? Ленин – это который лежит в мавзолее. Мужичок лысенький. Ты знаешь, толк юмор. Советский деятель. Вождь. Он правил России. Браво. Кто такой Ленин? Владимир Ульянов. Genius, genius, genius. Самое необычное место, где ты целовалась? Для меня оно необычное только потому, что это мои внутренние эмоции. Это просто обычная улица и шел дождь. История совершенно невероятна. Кинотеатр. Палатки. Под водой. Действительно, почему меня? Что бы ты назвала лучшим подарком для души? Картины своими руками. Своих детей. Открытку с чистосердечным каким-нибудь признанием. Бумагу мне, быстро. Бумагу, давай, быстрее мне бумагу. Все, клиент созрел, сейчас пишем чистосердечное, собственноручное. Господа. Что бы ты назвала лучшим подарком для души? Лошадь. Это конская сила. Что? Это конская сила. Ты хотела бы сфотографироваться для плейбоя? Нет. 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 Конечно. Что тебя больше всего рассмешило за последнее время? Снегопад вчерашний. Меня больше всего рассмешил. Что тебя больше всего рассмешило за последнее время? Собачка на улице. Что придумают? Что у коровы впереди, а у быка сзади? Рога. Это просто бред. Буква. К. Это гениально. Гениально. Какими качествами должен обладать идеальный мужчина? Он должен быть четырехлетним ребенком. Идеальный мужчина должен быть суперменом. А не надо превышать скорость на почту. Что тебе больше всего не нравится в мужчинах? Когда они выпендриваются. Когда они говорят одно, а потом делают другое. Ну, наверное, если мужчина маленького роста. Я постоянно занимаюсь мужскими делами. То гвоздь забить, то ремонт в доме сделай, то еще что-нибудь. Закрути, прикрути. Что? Конечно, да, выкидывала мусор. Ну, кто бы мог подумать. Мужскую работу, да, я копала картошку. Вот тут, кстати, самое забавное. Ну, как копала? Ну, в общем, я сломала лопату. Что такое перфоратор? Перфоратор это такая штучка, она шумит. И ей соседи утром рано пользуются. Я не слышу свое сверло! Понимаешь ты? Сарм! Вот это я не слышу! Та-та-та-та-та-та! It calls me and I don't need me. Тру-ду-ду-ду-ду. Что такое мормышка? Мармышка это, может, мышка от компьютера. Только маленькая. Мышка, наверное. Только какая-нибудь большая мышка. Зря вы так. Слушайте, я не знаю, что это такое, но у меня как-то несколько раз муж назвал мормышкой. Кто такой ефрей-то? Это что-то, наверное, с футболом, может, связано. Этот человек производит странные впечатления. В каких случаях мужчина достает ремень ГРМ? Может быть, когда он хочет наказать свою девушку. Иди ко мне, мармеладка. Буду наказывать. Я не знаю, я знаю, что если ролевые игры начинаются, то мужчина может достать ремень. Ну, в хороших смыслах. А вот это какой-то там БДС... Ой. Доктор Розенблат. Прелюдия в комнату номер 7. Доктор Розенблат. Это не тот фильм. Кто ты и почему именно в этом образе? Я в костюме хранителя России-матушки от чужеземцев. Я Баба Мороз. А ты умеешь отшивать. Я сбежавшая невеста, которая передумала выходить замуж и стала грустной снежинкой. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Я хочу принести людям радость и всех нарисовать. Сама Эйва выбрала тебя. Для каких целей можно использовать этот костюм? Когда с парнем какие-то интересные игры. Ты хочешь меня, зайка? Здравствуйте. Можно поехать на дискотеку 80-х. Впрочем, это уже совсем другая история. Я его использую для приватного танца. Что ты всегда хотела попросить у Деда Мороза, но боялась? Майбах, лошадь, дом. Кисточку для пупка. В общем, конюшню можно еще. Что? 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 Это конская сила. Всем, кто не любит, допустим, картавых, я думаю, этой фразой мы сейчас всех убьем. Готовы? Да. На счет три. Раз, два, три. Пантера. Трактор, трактор, тыр, тыр, тыр. Ха-ха-ха.